В список желаний вносим то, что действительно хотим, от мала до велика, без сортировки, без обработки, без планов. Чем больше, тем лучше. Если хватит на 10 жизней, то хорошо. Будущее вероятностно. Сбудется не все, но проси больше, меньше дадут, глядишь, будет достаточно. Они должны быть свои, они должны быть своевременные и они должны быть спокойные. То есть, что значит свои? Свои это значит, что вы не тянете на себя чужие мечты, желания и все остальное, то есть, вам в рекламе показали 10 раз Мерседес, ну вот мне вот хоть его 100 раз покажи, вот не хочу я Мерседес и BMW не хочу. Я вот телепорт хочу, но телепортов пока не изобрели, но это мне сейчас, потому что у меня практика, а вот лет в 20 на меня рекламой можно было воздействовать, ух. Так вот, первое, чтобы они были свои. Второе, чтобы они были своевременными, это значит, что да, безусловно, можно отрабатывать детские желания и покупать себе огромные радиоуправляемый вертолет, но желание имеет заряд энергии, скажем так, почему это и важно, и этот заряд энергии со временем может истощаться, то есть, иногда желание можно выполнить, а там заряда уже нет, уже не можно и не выполнять, только время тратить. И третье, спокойствие, то есть, нужно спокойно признать, что я чего-то хочу, или наоборот, я чего-то не хочу. Не искать обоснований, потому что все, что взаимодействует с волей прямо или косвенно, там обоснований логических просто нет. Не эмоционировать по поводу сбывшихся, не эмоционировать по поводу не сбывшихся, ну или эмоционировать, но технику работы с эмоциями применять, чтобы в идеале все-таки как-то поспокойнее воспринимать это все. Если люди начинают генерировать в себя желание, вот я хочу это, я хочу это, по факту смотришь, не хотят ведь, ведь не хочешь, не хочу, а зачем? Желание это заряженное состояние. Заряд может формироваться разными способами, но если вы из своего спокойствия берете, отрываете куски и вкладываете это в желания, которые вообще могут оказаться не вашими, чтобы потом удивляться, что у вас сил нет. Спокойствие в том, что я хочу, вот я, допустим, хочу себе дом у моря, вот, ну недорого, 100 миллионов долларов стоит, я совершенно не представляю, как я это получу, тем более не верю, что я это получу и, ну, считаю, что не получу, ну и что, ну хочу же. Если потом выяснится, что на три дня пожить, тоже нормально, так бывало уже. Чем больше вы вносите искажений в свой список желаний, тем меньше у вас энергии. Чем больше вы спокойно принимаете и фильтруете, где мое, где не мое, тем у вас энергии больше, но не в самом списке, а в вас, на реализацию. И при хорошем раскладе желаний больше, чем времени в жизни, то есть желаний и так немного на 10 жизней хватит. Вот, это хороший подход. При таком раскладе, скорее всего, будут деньги, будет драйв, развитие, мир будет помогать и все остальное, но если у вас нет такого огромного списка, а часто бывает, что его просто нет, ну не значит нет, ну и что, какая разница. Любые перегибы достаточно сильно опасны, потому что где задействованы чувства, там всегда энергетика. Энергетика сексуальная, и не только ваша. Ну некоторые так компании двигают, некоторые технологии такие создают. Вот, давайте мы дружно вот это захотим, у нас, значит, энергия пойдет по меридианам, и вот там другие тоже захотят и принесут нам денег. Угу, подтверждаю, работает. Только если после этого у вас пойдут огромные проблемы с купленными машинами, квартирами и телами, со здоровьем, то это обратно сторонами дали. Почему? Ведь, скорее всего, хотели это не свое, и, скорее всего, хотели неспокойно побочный продукт. И, наоборот, когда хотите свое и спокойно, оно иногда просто приходит к вам в руки, вот просто, ну, на, тебе надо, на, возьми. Берешь. Приятие большая отдельная тема, не факт, что от того, что вы спокойно там в списке себе написали, что при реализации вы не будете прыгать там на потолка и эмоционировать. Хотя это нежелательно, конечно, но шансы ваши растут, и это хорошо.